Дущенбек Зилалиев много лет работал госслужащим, а с 2010 года занимал высокие посты в госорганах. В 2013 году он работал директором Государственного агентства геологии и минеральных ресурсов. В 2016 руководил Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования. С августа по ноябрь 2017 года работал на должности вице-премьер-министра, после занимал пост председателя фонда по управлению госимуществом, но подал в отставку в конце того же года. В октябре 2018 года Зилалиев был условно осужден на три года по обвинению в ложном сообщении о бомбе. Спустя два месяца он был задержан по делу о незаконном обогащении. Его арестовали на два месяца и водворили в СИЗО ГКМБ. Подозрение у правоохранителей вызвало благосостояние чиновника, который всю жизнь занимал государственные должности. Выяснилось и то, что он отражал не все доходы в декларации. Стоит отметить, когда он работал в правительстве, он в декларации указал 889 тысяч долларов. Также были выявлены дополнительные имущества на более чем 150 миллионов сомов. Естественно появляется такой вопрос, как Дешимбек Зилалиев, который долгое время проработал именно в государственных структурах. Он был государственным служащим. Он практически не мог накопить вот такое несметное богатство. Дело в том, что при проверке ячейки в банке обнаружилось 900 тысяч долларов США. И в каждом пакете было по 100 тысяч долларов. Потому что лицензии на выдачу разработки и золота, и угля, и камня, они стоили, каждый лицензий стоил 100 тысяч долларов. Помимо миллионов на счетах в банке, правоохранители нашли дома у Зилалиева большую сумму денег наличными, дорогие аксессуары и вещи. Также выяснилось, что он владелец недвижимости в ВИП-городке стоимостью 400 тысяч долларов. Еще стало известно, что в апреле прошлого года он оформил на одного из своих родственников два офисных помещения в центре Бишкека. Их стоимость, согласно договорам купли-продажи, составляет 34 миллиона и 19 миллионов сомов. Правоохранительные органы и генеральная прокуратура ИГКМБ должны были еще возбудить уголовное дело о коррупции. Потому что такие действия при выдаче лицензии, особенно при выдаче лицензии, именно Душевик Зилалиев не мог сам один это сделать. Это сделали целая команда, это сделали его заместители, сделали начальнику отделов и начальнику управления. Также выяснилось, что Зилалиев, будучи директором государственного агентства геологии, оформил на безработного родственника лицензии на золоторудные, известняковые и другие месторождения. На сегодняшний день расследование по данному делу завершается. Сейчас в Первомайском суде идут прения сторон.